Можно я прочту одну Люнину стихотворение? Он его, в общем-то, избегает все время. А я его читаю. Называется «Семнадцатый век картины мира». Бог обитает в пространстве безликих монад. И каждый день совершает большую пламенату. В рай он заходит существенно чаще, чем в ад. Богу, милея картины добра и довольства, стонов, мучений, вставлений огненных клизм, Божьему нраву, претит экстремальный туризм, и неприятный ему мазохизм и совесть, и, как и другие тиранам присущие свойства. Ангел настырный и некий пронырливый бес Богу советует сделать побольше чудес. Так, чтобы манна почаще валилась с небес, твердь развязалась, разверзалась, и шли вертикальные воды. Бог их не слушает, ибо ему самому близок порядок событий, понятный ум. Чтобы философы, глядя сквозь вечную тьму, видели, он соблюдает законы природы. Это не трудно, ведь он, когда их создавал, думал, прикидывал, сравнивал и прозревал, трение рассчитывал, так, чтобы горный обвал не уничтожил все разное. Невозможно. Сколько он формул попал, сколько константов. Мало иметь всемогущество, нужен талант. Чтобы Декарт, например, или будущие карты поняли, путь размышлений велик и неложен. Кое-где есть недочеты, но в целом мила Богу Вселенная. Если б другая была, он бы сравнил их. Однако бывают дела неповторимые. Дело в любви, а не в даре. Он полюбил этот мир, как наездник коня, чередование ритмичной ночи и дня, свойства металла, характер воды и огня. Мир пусть прибудет, и дальше в одном экземпляре. Ньютон и ледник пусть спорят, он ценит их спор. Это куда интереснее, чем тот перебор, что допускают монархи. Разумный укор слышат, не слышат, лютуют, не ведают правил. Он бы тем паче мог все разнести на пути, но не вмешательств, мудрости, без шума пройти, так, как сегодня прошло. Ну, явился блаженным петель музыку на дикталон, на орбите комет. Что следующее? Леонид, говорят, вы писали прозу. Что с этой прозой? Ой. Ну, она так и висит, я не написала. Немного написала, но... Я слышала, что это хорошо, вот там почитали. Ну, я уже, я не знаю, что решили, тогда он. Ну, конечно, я кухонечку. Ну, это, ну, сильно не закончено. Можно считать, что это хорошо и нет. То есть, вы не хотите это кончировать? Я хочу, но... Пока-пока. Пока не получается. Прямо по какому принципу выбираются стихи для переводчика? Ну, во-первых, я должен их понять. Они должны быть хорошие. Во-вторых, ну, иногда я перевожу даже с языков, кто ее не знает, но... Ну, в общем, я должен его понять, его почувствовать. Например, у меня довольно много переводов. Поэта, который я не читал в Пудне, потому что я не знаю язык, но я читал подсрочники хорошие, мне рассказали, и почитали вслух, и вот мне очень понравилось. Ну, устрою, мне должно захотеться переводить, просто что-то нужно. Часто я узнаю поэта, который я знаю, русские переводы, потом изумляю, что... Мне кажется, что это плохо. Для него, наверное, хороший перевод, но мне хочется еще лучше переводить. Ну, это не всегда получается. Ну, я немного перевожу. Не то, чем я все деньги, по счастью, понимаясь. Ну, вот, скажем, редкий я увидел, он, насколько я знаю, вообще на русском не переведен. А поэт совершенно замечательный. Он жил довольно недлинную жизнь с... ну, с 8-го по 63-й, да, с 8-го по 63-й год. И он был он был тренером по теннису в Хавадже. Сначала он был сборщиком на заводе, потом тренером по теннису, потом преподавателем галдийской литературы и тренером по теннису. И потом, наверное, она умер. И надолго исчезла. А сейчас его опять много читают, стеревят в Америке. Мне кажется, что очень глубокий интерес не было одного пенсора. Спасибо. А драсти, и доход по вашему мнению? Ну, да, эта книжка была.